Автобаза технологического транспорта номер 3 у Дачинского горно-обогатительного комбината стала уже своеобразным полигоном испытания большегрузной техники, среди которых автопоезда Scania Volvo Tonar. На днях сюда прибыл еще один автопоезд Tonar, который будет вывозить руду уже с верхнего мундского месторождения. В отличие от предыдущей модели, этот автопоезд полноприводный. Проще не бывает, говорят водители, как на «Жигулях» – сел и поехал. Автоматическая коробка передач, комфорт и плавность в управлении. Вот только габариты совсем не шуточные. Длина автомобиля около 30 метров, вес тягача 26 тонн, а масса двух полуприцепов чуть более 50. Снабжена хорошим гидроуправлением, руль очень крутится легко. В принципе, управлять ей несложно, единственное, просто большие габариты, к которым привыкаешь со временем работы. Данная модель имеет полный привод, установлен другой двигатель, 760 лошадиных сил, ну, как я уже говорил, коробка автоматов. Ну, и еще какие-то доработки там приняты. Устранены определенные неполадки, которые были учтены с бывшей моделью. Два с половиной года назад «Волроса» решили закупить эти непривычные для алмазной компании большие грузы. Тогда в удачной пригнали первую единицу, изготовленной по спецзаказу алмазодобытчиков. Во время испытаний выяснилось, машину нужно доработать. Свои условия диктовал «Север», где и предстояло эксплуатировать автопоезд. Установили более мощную коробку передач, изменили конструкцию теплообменников, изменили ведущие мосты, применили межколесную межосевую блокировки, изменили конструкцию передней подвески и изменили конструкцию крепления кабины основания. Модернизация позволила увеличить мощность автомобиля, что, соответственно, повысило скорость. Водителю стало легче преодолевать подъемы. Если раньше автопоезд сделал рейс за два с лишним часа, то сейчас на это требуется всего час сорок. Испытания машины продолжаются. Уже скоро новый автопоезд возьмет курс на Верхнемунское месторождение, откуда будет вывозить алмазосодержащую руду. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».